Пока президент Трамп выступает в Генассамблее и встречается с главами государства ООН, на улицах родного города его принимают не очень тепло. Что это на вас надето? А это я в 2020 году. Меня посадят в тюрьму. Почему? Потому что я совершил особо тяжкие преступления, мелкие преступления и замешан в коррупции. И что вы думаете об этом приговоре? Я не виновен. Я просто хотел сделать много денег. В акции протеста приняли участие несколько сотен человек. Они прошагали полгорода от 42-й улицы на юг парку Вашингтона в Нижнем Анхэттене. Мы сюда пришли, потому что Дональд Трамп и Майк Пенс приехали в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Каждый раз, когда Трамп приезжает в Нью-Йорк, очень важно, чтобы нью-йоркцы выходили на улицы. Мы хотим ему напомнить, что он первый президент в истории США, которого на выборах не поддержал его родной город, не поддержал округ, в котором он родился, и не поддержал его родной штаб. В руках они держат плакаты с надписями «Мое правительство не продается», «Остановите экологический геноцид», «Импичмент Трампу». Они скандируют «Нет ненависти», «Нет страху», «Мы приветствуем эмигрантов». И даже хоругви принесли «Пресвятая Дева» и планету Земля. Они не согласны буквально со всеми позициями администрации президента. С его отношением к глобальному потеплению, к эмигрантам, к женщинам, к мусульманам, они считают, что он позорит американцев внутри страны и за ее пределами. Рядом с ярыми противниками президента Трампа, его преданные сторонники, представители этих двух разных мировоззрений даже немного поругались друг с другом. Девушка-активист говорит, что ее мама приехала в США нелегально и вырастила такую хорошую дочку. А сторонники Трампа спорят, что эмигранты должны приезжать в Америку легально. Я не понимаю, почему люди продолжают его поддерживать после всего, что он сделал. Я не понимаю. Это унизительно, это ужасно. Это коррупция. То, что он делает, подрывает нашу демократию и все наши системы управления. Я не понимаю, почему они поддерживают человека, который наносит такой вред нашей стране. Дональд Трамп пытается спасти Америку, а эти люди, многие из них, хотят разрушить Америку. Они не хотят Конституционную республику. Они не хотят, чтобы у нас был капитализм. И они не хотят религиозной свободы. Они не верят в иудео-христианские ценности, на которых основана эта страна. Поэтому мы им говорим. Мы поддерживаем президента Трампа. Нам очень нравится то, что он делает. Досталось на орехи президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Кукла его изображающая от неприятного вида. Держит в руках пилу и лесной пожар. Бразилия вместе с США и Саудовской Аравией не спешат присоединяться к международному сообществу в вопросах ограничения выбросов парниковых газов. В ООН только что прошел саммит по климату. А Болсонару так безответственно относятся к лесам Амазонки. Эти леса – это легкие нашей планеты. Нью-Йорк – город либеральный. Члены его правительства часто критикуют Трампа. В акции принял участие Джумани Уильямс – общественный адвокат города. Это достаточно влиятельная выборная должность в городской администрации. Мы протестуем против того, что мы видим. На нас смотрят будущие поколения. Они говорят – а как же мы? Не забудьте о нас. Когда кто-то выступает за справедливость, я хочу быть с ними. Видите, там протестуют наши друзья, сторонники Трампа. У них есть на это право. Но наш призыв сильнее. Правительство должно защищать нас, своих граждан. Виктория Купченецкая, Майкл Эккелс. Специально для Настоящего Времени. Америка из Нью-Йорка. Специально для Нью-Йорка.